Коллеги, еще раз добрый день. Я поняла, что меня видно, слышно, все в порядке. Давайте тогда будем начинать. И сегодняшняя наша тема крайне важна при подготовке диссертации, а, собственно говоря, связана она с тем, как спланировать время, как его организовать правильно, для того, чтобы мы с вами дошли до того результата, который нам важен, до защиты. Прежде всего, давайте мы начнем нетрадиционно сегодня. Я хотела бы вам задать вопрос. Давайте уточним. Вот вы сегодня пришли на вебинар. С каким запросом? Что именно сейчас для вас является какой-то основной трудностью, может быть, организационной или с точки зрения планирования? Может быть, в этом смысле есть какой-то вызов, страх или еще что-то? Поделитесь, пожалуйста, в чате ответами на эти вопросы или на этот вопрос. А я пока начну, чтобы мы с вами не теряли время, начну знакомить вас с тем, что мы сегодня посмотрим. И у нас на повестке дня сегодня с вами три важных момента, важных вопроса. Это, во-первых, как раз-таки посмотреть, какие основные трудности и вызовы возникают на пути у аспиранта или докторанта. То есть, с какими задачами сложнее всего справляться. Я на самом деле заранее среди своих клиентов, учеников провела опрос тоже и сегодня поделюсь с вами ответами. Ну и, безусловно, хочу от вас узнать, какие у вас запросы. Второе – это нам нужно понять, как нам определять приоритеты. То есть, всем очевидно, ясно, что приоритеты есть, как это сделать и как это повлияет на распределение нашего времени. Ну и, безусловно, совсем чуть-чуть, маленький кусочек, коснемся темы тайм-менеджмента, да, каких-то инструментов, методов, которые могут нам помочь в этом вопросе. Но сразу хочу сказать, что сегодня наш вебинар я хотела бы построить таким образом, чтобы мы говорили не столько о тайм-менеджменте, сколько о содержательных, организационных моментах, которые важно учитывать, потому что планы планами, но они должны нас вести к определенным целям. Так, вижу ваши ответы. «Отсутствие взаимодействия с научным руководителем. Сама себе предоставлюсь…» Так, а самой не получается писать. Так, пора начинать писать текст докторской. Отлично, Сергей. Хотелось бы узнать, какие новшества в связи с этим появились в правилах. Сожалею сегодня не про эту тему, но чувствую, что у нас вообще все время новшества появляются. В этом году мы такой вебинар не делали, чувствую, что он уже нужен. Так, работа с текстом. Анна, долго формулирую так, чтобы было уникально. Так, на какие количественные показатели опираться при определении своей эффективности в написании диссертации? Какие у вас замечательные комментарии? Сейчас с этим всем попытаемся разобраться в рамках нашей темы. Кто еще не написал, но хочет поделиться, пожалуйста, пишите. А я начну с того, чтобы показать вам, и, может, вы себя быстрее узнаете. Иногда не сразу кажется, что, ну, какие у меня трудности, у меня вроде бы нет трудностей. Может быть, кто-то себя узнает и осознает, что у меня тоже есть такие сложности. И мы сегодня поговорим о том, как с ними, как их победить. Вот так уж не хочу сказать бороться. Итак, первая сложность, которая, мне кажется, это самая топовая сложность, которую я встречаю в анкетах, во время консультации, во время любых курсов, встреч и так далее, это многозадачность. И многозадачность постоянная. Не то, что она сегодня есть, завтра ее нет. Вот она постоянная. То есть наша жизнь построена таким образом, что нам не дали специального времени для того, чтобы писать диссертацию. Мы это пишем параллельно с работой, с семьей, с какими-то личными желаниями, там, целями и так далее. И вот эту диссертацию приходится встраивать в свою личную жизнь, в свою привычную жизнь. И поэтому здесь, вот с этим у большинства людей очень большие сложности. Вот, вот, как раз многозадачность близка, да, вижу. Следующая такая, ну, трудность, не трудность, но она, это такое ощущение, что цель настолько амбициозная, что она начинает пугать. Особенно, вот, когда мы беремся за докторскую диссертацию, и когда становится понятно, что это вообще даже не на год, это на годы, да, и, соответственно, как-то не совсем, может быть, даже несмотря на то, что ты писал кандидатскую, ты понимаешь, как это все делается. Но цель очень велика, путь длинный, и поэтому вот с чего начать, опять же, что важно, что второстепенно. И докторантам, конечно, путь ясен в большей степени, хотя вот эти нюансы, о которых вот сейчас Сергей в вопросе написал, они постоянно возникают, вот эти изменения, они постоянно существуют, и приходится мониторить среду, внутри которой мы пишем работу. Ну, а уж те, кто пишут работу впервые, то есть готовят кандидатскую диссертацию, понятно, что есть какое-то представление об этом пути, но он очень часто, эти представления очень часто расходятся с реальностью. И когда мы сталкиваемся с этой ситуацией, что шел-шел, делал-делал, а потом оказывается, что это не совсем то, не совсем с этого нужно было начинать, и вот здесь вот возникает ощущение, вообще пройду ли я этот путь. Вот если, друзья, вы чувствуете, что какой-то из слайдов, которые я показываю для вас актуален, ставьте плюсики, чтобы я понимала, что это для нас актуально. Как научиться, главным принципом работы с диссертацией, работы с текстом, уточнить научный стиль. Тоже очень важные такие, да, запросы. Да, кстати, можно или огоньками, чтобы чат не загромождать, либо плюсиками, как вам удобнее, чтобы я понимала, что вот эти вот трудности, они имеют место, они вам откликаются, они у вас присутствуют. Следующая очень частая трудность, но это мы, наверное, так устроены, это не только аспиранты и докторанты, это вообще, наверное, каждый человек сравнивает себя с другими, и вот это сравнение себя с другими приводит к возникновению тому, что у нас актуализируется синдром самозванца. Я вижу, сколько вы набросали огней, что вот это, видимо, вообще в самую точку. Почему происходят сравнения с другими? По разным причинам, не всегда даже содержательно, не всегда даже мы считаем, что кто-то умнее нас или еще что-то. Мы очень часто говорим, смотри-ка, он написал там за два, например, года, а я уже пять лет и все еще там не написал, не защитился и так далее. То есть иногда мы сравниваем процессы. Вот ему легко дается, а мне сложно. Вот особенно если вы находитесь, ну, допустим, вы аспирант, у вас есть группа, с которой вы обучаетесь, и вы видите, что у кого-то уже есть результаты, а у вас нет. И вот это сравнение, оно срабатывает, оно тормозит нашу работу. И несмотря на то, что мы будем там использовать любые приемы тайм-менеджмента, будем планировать, организовывать и так далее, но если у нас вот это состояние неудовлетворенности с собой есть, понятно, что мы будем хуже справляться. Я на этом сегодня останавливаться не буду. У нас был вебинар, я проводила по синдрому самозванца. Пожалуйста, для кого это актуально. Вы набросали вот много огней, когда появился этот слайд. Посмотрите этот вебинар, я давала много практических советов, как с этим быть, как с этим жить. Следующая трудность тоже очень такая часто встречающаяся, но иногда бывает такая ситуация, что человек не осознает, что он не понимает технологию работы. То есть ему наоборот кажется, что он знает. Но на самом деле то, как делает эту работу, оказывается на поверку, что это не совсем так. И поэтому возникают вопросы, а как же работать с литературой? А как же мне вот сформулировать? Вот Светлана нам написала, да? Как работать с научным текстом? А как вот это сделать так, чтобы мне не сказали, что у вас работа похожа на лекцию, например, да? Что вот это научный стиль, что это действительно диссертационная работа и так далее. Это тоже, казалось бы, какое-то отношение имеет к организации моей работы. Прямое, прямое. Сегодня буду это показывать. Следующий очень важный момент – это неритмичность работы. Собственно говоря, неритмичность проистекает из многозадачности. Учитывая, что мы заняты разными делами, у нас не всегда получается выделить время. У нас получается, мы либо пишем по выходным, либо мы пишем в какие-то там каникулы, когда есть, например, в нашем учебном процессе. Или там в отпуске, или еще как-то. То есть выделяем какое-то время здесь, с чем сложность возникает. Дело все в том, что когда нарушается ритм работы, мы постоянно вот эти… чем длиннее пауза, тем дольше времени нам требуется для того, чтобы вернуться в работу и понять, где я остановился, какие у меня были идеи. И поэтому здесь даже речь не про скорость, опять же, да, я вот хочу подчеркнуть, что сегодня вебинар не про тайм-менеджмент в чистом виде, а про то, что за ним стоит, что за организацией, которую мы считаем техническим вопросом, стоят сутевые вещи. Поэтому когда вы будете планировать свое время для подготовки текста, для работы с литературой и так далее, старайтесь не выпадать. Пусть это будет по полчаса каждый день. Какое-то реальное для вас время, но чтобы это была какая-то ритмичность. Ну и еще один момент, тоже часто встречающийся, когда человек говорит, у меня с планированием все прекрасно, у меня все расписано, мне все понятно, я следую вот этому своему графику, но почему-то у меня не получается. Почему не получается? Потому что нет конкретного плана, что конкретно я в это время буду делать. То есть я выделила себе, что у меня каждый день вечером по часу на диссертацию, но приходит этот час, и полчаса я думаю, так, чем же мне заняться? Вот это неверно, да, вот здесь нужно заранее себе не только время выделить, но и конкретно поставить задачу, которой вы будете заниматься. Вот это явление существенное, оно очень сильно влияет на наше психоэмоциональное состояние, на нашу мотивацию, на нашу готовность двигаться дальше. И вот это воздействие окружающих, то есть вы все спланировали, у вас все нормально, у вас там выросли крылья, вам интересна тема, вы начинаете ей изучать и ей заниматься, и когда вы попадаете, я не знаю, к себе на кафедру или в окружение своих друзей, или еще где-то, встречаетесь с людьми, которые относятся вот к категории удивляющихся, например, так их назовем, да, то есть люди, которые задают вопрос, зачем тебе вообще это надо, а вдруг ты не сможешь, а вот ты посмотри, сколько ты потратил времени, и что ты взамен этого всего получишь. То есть вот эти люди, которые раскачивают вашу веру в свои силы, они очень сильно влияют на вашу работоспособность, потому что когда мы настроены, когда у нас наоборот поддерживающее окружение, это очень важно, потому что мы понимаем, что у нас есть поддержка, возможно, вам выделяют даже время, может быть, в семье понимают, что вам нужно время, освобождают вас от каких-то домашних обязанностей, может быть, на работе вас лишний раз не загружают какой-то работой, предоставляя вам время и возможность пописать, заняться исследованием и так далее. Поэтому вот если у вас это такая ситуация есть, не вижу, кстати, огней последние два слайда, вероятно, это не такие актуальные вещи, что хорошо, потому что это очень серьезное такое воздействие, вот, то, безусловно, если вдруг такое окружение у вас есть, старайтесь минимизировать, по крайней мере, обсуждение этой темы с людьми для того, чтобы на вас как можно меньше оказали вот этого сомнения и не подрывали вашу главную, да, вот этот фундамент, вашу веру в себя. Ну и, безусловно, опять же, учитывая, что у нас нет отдельного времени для диссертации, что мы совмещаем и так далее, очень часто бывает ситуация, при которой у нас просто натуральное физическое переутомление. Мы просто так много работаем, мы просто настолько сильно заняты, мы пишем эту диссертацию чуть ли не ночами, и поэтому просто весь наш организм говорит о том, что, ну, слушай, нет сил вообще. Когда вы выделяете себе время, и вы, например, там, знаете приемы, у вас все прекрасно с планированием, вы назначили себе время для работы на диссертации, но вы в это время не в ресурсе, у вас голова уже не работает, у вас не рождаются. Я все время сравниваю науку, исследование, подготовку к диссертации в некотором смысле с творчеством. Вот для творчества нужно вдохновение, нужны свежие какие-то силы и так далее. Вот точно так же для науки. И поэтому, если мы не в ресурсе, то сколько бы мы времени не дали себе на работу, на диссертацию, и мы себе говорим, я какой-то неэффективный, у меня не получается, мне надо какие-то приемы узнать, как это сделать быстрее, я медленный. А на самом деле вы не медленный, все нормально, вы просто уставший. Поэтому вот фиксируйте у себя вот это состояние, и вот эти вот такие, ну трудности, не трудности, но такие моменты, которые осложняют путь. Они воздействуют очень сильно на процесс подготовки диссертации, и любой организованный процесс, запланированный процесс, могут порушить вот эти вот такие вызовы, да, в которых мы находимся. Что же такое определение приоритетов? Вот когда мы с вами поняли, все на меня воздействует вот это, я это хочу минимизировать, я начинаю понимать, что для меня важно, что для меня ценно. Вот для меня ценно, что мне люди сказали, или ценно то, как я решил. Для меня важно, например, в сравнении с другим сказать, что он лучше, а я там медленней, например, или для меня важно себя поддержать. То есть вот определить приоритеты не только внутри научной работы, хотя мы сейчас об этом, естественно, будем говорить, но и не забывайте выбирать себя, свою научную работу для того, чтобы вообще на нее находилось время. Ну и что с этим делать? А делать с этим вот что. Во-первых, первое, да, когда я говорила о том, что не все представляют путь. Дело все в том, что многие считают, что писать диссертацию – это просто читать литературу, проводить исследования и писать, собственно говоря, работу. На самом деле не совсем так. Да, безусловно, мы читаем литературу, и это нужно уметь делать. Как ее прочитать так, чтобы она у вас не забылась? Особенно, если вы пишете докторскую диссертацию, представьте, какой объем источников у вас будет. Мы с вами в прошлую нашу встречу как раз говорили о литературных источниках. Опять же, кого не было, можете посмотреть, много там обсуждали с вами полезных и важных вопросов, как это лучше организовать и сделать, на что обратить внимание. Кроме того, безусловно, вот, например, проведение исследований, да, мы берем все-таки ту область, которая нам знакома, здесь мы, наверное, знаем, как действовать и так далее, но очень часто мы не знаем, как обрабатывать результаты, как их проанализировать, какие-то современные приемы, может быть, уже более актуальные подходы и так далее. Здесь тоже зона нашего расширения, и мы не всегда туда заглядываем. Нам кажется, что я это знаю, сделаю, как обычно. А может быть, как раз в этом будет ваша новизна, а может быть, как раз вы соедините какой-то новый подход и примените его в рамках своего исследования. И поэтому вот здесь вот этой деятельности, да, тоже нужно уделить внимание. И оказывается, что не совсем один текст у нас, у нас еще есть текст публикации. Мы с вами как раз-таки находимся в коридоре, который ограничивает для нас ВАГ с точки зрения установки определенных требований. Если вы пишете диссертацию по таким-то специальностям, столько-то публикаций и таких-то, если такую-то диссертацию, то столько-то публикаций и таких-то. Сегодня не тема нашего разговора, но тем не менее. Вспоминаем о том, что мы публикации, работу с публикациями тоже должны запланировать. Более того, всегда возникает вопрос, сначала мне публиковаться или сначала мне исследования проводить или мне текст диссертации писать. Нет тут однозначного ответа. Но точно не надо пренебрегать вот работой с публикациями и все-таки их не откладывать на потом, потому что им еще нужно опубликоваться. Недооцененная деятельность, которая очень выручит вас на защите диссертации, это выступление по теме диссертации. Мы ее прямо планировать должны с вами в своем процессе. Буквально сегодня общалась со своими коллегами, мы уже до конца года распланировали, на какие конференции мы поедем, на каких конференциях это будет просто статья, на каких конференциях мы хотим выступить и так далее. Выбирайте профильные конференции, чтобы вам дали обратную связь специалисты в вашей области. Следовательно, мы это в наших планах должны обязательно учесть, найти перечень этих конференций и распределить погоду заранее, ни в попыхах, ни в последний момент, чтобы вы могли спланировать, а сколько вам времени нужно будет еще на подготовку статьи и самого выступления. Ну и, конечно, куда без этого, конечно же, у нас работа с текстом. С тем самым текстом диссертации, который должен быть ярким, который должен содержать научную новизну, который должен содержать практическую и теоретическую значимость, который должен быть написан в научном стиле, научным языком, более того, с учетом особенностей вашей специальности и вашего типа диссертации. Потому что если вы откроете докторскую диссертацию и кандидатскую диссертацию по одной и той же специальности, вы увидите, насколько отличается качество научного текста. Поэтому, конечно, когда вы запланировали себе написать, например, начинаете работать над кандидатской диссертацией, обязательно нужно посмотреть другие работы. Многие говорят, я не хочу этого делать, я боюсь, что мое уже все написали. Но посмотрите не по своей теме диссертации, посмотрите стилитические особенности этих диссертаций. И на эту работу, на эту деятельность тоже мы должны запланировать время. Желательно это сделать не в конце вашего пути, когда у вас уже диссертация написана, так как вы себе это представляли, а в начале, чтобы вы составили представление об особенности вашей специальности. Очень значимая работа, которую тоже можно проводить в разное время, в зависимости от того, какую диссертацию вы пишете. Традиционно, что называется, классический подход предполагает, что у нас сначала пишется диссертация, а после нее мы пишем автореферат диссертации. И, в общем-то, аспирантам я так и советую делать, потому что им пока сложно подняться, что называется, над всей работой, посмотреть концептуально, как она будет выглядеть, ее изложить в автореферате, а потом писать диссертацию. А вот если вы пишете или задумываетесь об докторской диссертации, то однозначно вам рекомендую подумать над тем, чтобы поменять местами эти задачи и начать с подготовки автореферата, а не диссертации. Безусловно, я не подразумеваю, что вы напишете весь автореферат. Я под предварительным наброском автореферата в начале вашего пути предполагаю то, что вы посмотрите на свою тему целиком, на то, что вы посмотрите, от чего к чему хотите прийти, в чем там будет новизна, где она. И эта работа может быть очень длительной. Я часто в каких-то вебинарах, встречах рассказываю о своем пути, и могу сказать, что когда я писала докторскую диссертацию, я действовала именно таким образом. Сначала я писала автореферат, некий концепт, да, и потом я его превращала через исследование вот в эту вот реальность и смотрела, срабатывают гипотезы или что-то не так. Так вот работа над авторефератом у меня продолжалась пять месяцев, пять. То есть, безусловно, вы должны, не на докончательной версии, а вот над этой начальной, но зато потом писать диссертацию было одно удовольствие, потому что ты составил как будто бы карту, по которой ты собираешься двигаться, и ты уже не идешь с завязанными глазами, тебе понятно, откуда, куда ты продвигаешься. Поэтому вот докторанты, уважаемые, попробуйте, возможно, это очень сильно продвинет вас и улучшит качество вашей работы, потому что на старте она будет полностью вами представлена. Ну и, конечно, когда я не случайно сказала про карту, когда мы с вами понимаем, куда нам двигаться, только тогда мы начинаем озадачиваться вопросом, как нам туда попасть, потому что в зависимости от того, что нам нужно иметь в результате, какое количество публикаций, какой объем текста, какой объем литературы нужно проработать. Исходя из этого, мы можем тогда говорить о каком-то планировании времени и о распределении тех самых приоритетов. С чего мы с вами всегда начинаем? Мы всегда начинаем, не случайно сказала, автореферат как план, некий концепт, то есть это мы должны понимать стратегию, выстроить стратегию. Для того, чтобы она нам удалась, нам важно понимать цели и сроки. Если у вас сроков нет, предположим, вы без научного руководителя пишете работу пока, или предоставленный сами себе научный руководитель не может или не хочет уделить вам внимание, ставьте сроки сами себе. Все время, когда я общаюсь с аспирантами или докторантами в рамках курсов, или консультаций, или каких-то встреч, я задаю вопрос. Когда, к какому времени вы планируете написать диссертацию? Мне человек говорит, ну, я, например, планирую писать года полтора. Почему? Почему вы себе такой срок поставили? То есть как он вами определён? То есть важно озадачиться вот этим дедлайном. Полтора, хорошо, давайте попробуем в эти полтора года что-то вписать. Получится или нет, будем там ориентироваться по месту. Но какой-то срок должен быть. Если вы себе говорите, у меня есть три года аспирантуры, я буду писать три года, это тоже вариант. Но тогда подумайте, а может быть, можно это сделать быстрее, если мы всё время задачиваемся вопросами оптимизации, эффективности и так далее. Когда вы понимаете свои цели, то есть сколько чего вам нужно к определённому сроку, то есть мы как бы конец пути видим, да, мы тогда начинаем задаваться вопросом, понимаю ли я алгоритм моей работы, с чего я начну, как раз что приоритетно. То есть какие, если вот я поставила себе в приоритеты, сначала я публикуюсь, потом я там, или, например, так, сначала я проведу исследование, потом я публикую результаты, потом я пишу диссертацию. Вот в таком, например, последовательности я себе поставила некий такой план наиболее общий. И я тогда себе задаю вопрос. Исследование. Каким образом я буду проводить, что мне для этого нужно, всё ли я понимаю в рамках этого, или мне чему-то нужно обучиться. То же самое, например, публикации мне нужно писать. Я знаю, как писать публикации, я вообще умею их писать. Если особенно вы только начинаете свой путь, не надо замахиваться сразу на публикации в рецензируемых ВАГ-журналах. Почему? Потому что это уже достаточно такая продвинутая, сложная публикация, начните с публикации на конференции. Значит, вам тогда в вашем плане нужно предусмотреть поиск конференции, определение тех, которые вам подходят, и, следовательно, план поставить. Вот конференция тогда-то, значит, тогда-то я пишу статью. И вот вам начинает организовываться ваша работа по разным видам деятельности. И тогда она как бы вписывается в вашу жизнь, потому что вы, например, понимаете. Хорошо, в декабре будет конференция. Например, я в декабре поеду на конференцию. Но срок подачи статьи и регистрации до 29 октября. То есть если я вдруг про нее вспомню или захочу на нее поехать в ноябре, то все, я уже не смогу этого сделать. Поэтому мне нужно сейчас встроить вот эту подготовку статьи в то время. Мне нужно встроить ее внутри своих рабочих планов, да, спланировать. И вот у вас, исходя из того, какая цель, какие сроки, вы начинаете планировать свое время. То есть мы время планируем не исходя из того, сколько у меня есть свободного времени, и потом я подумаю, что в это время делать. А наоборот, что мне нужно сделать, какая цель у меня, в какие сроки. И я пытаюсь это разложить на свои возможности. Следующее. Очень важный блок в организации подготовки диссертации – это технологии работы. Какие методы, способы, приемы мне вообще нужно использовать? Если я не умею что-то делать, могу ли я где-то чему-то поучиться? У нас огромное количество вебинаров, да, на канале Директ Академии очень много. Даже в нашем блоке у нас уже 5 лет проходят вот такие встречи. Вы можете посмотреть очень много вебинаров, которые позволят вам вот эти вот какие-то свои навыки прокачать. Как работать с литературой, как найти место для публикации, как работать с диссертационной работой, выстраивать логику диссертационной работы. Все эти вебинары у нас есть. То есть вы можете это посмотреть и для себя ответить на вопрос, как мне это делать, в какой момент я уже готов к этому. Если вы работаете с литературой, я все время рекомендую, что-то прочитали, либо это нужно рассказать, то есть запланируйте выступление какое-то, либо вы освоили какой-то блок литературы, погрузились в свою тему, провели какое-то исследование, сделайте публикацию. Во-первых, у вас лучше это сразу же систематизируется с точки зрения погружения вашего в тему, кроме того, у вас будет результат. Ну и безусловно, мы с вами в самом начале говорили, что очень часто в организации работы на диссертации страдает не то, что у меня времени не хватает или еще что-то, а у меня нет сил или энергии на работу. Поэтому посмотрите, какие есть технологии быстрого настроя на работу. Все время подчеркиваю, что когда мы пишем диссертацию, основной у нас такой инструмент, который помогает нам в этом, это наш мозг. Поэтому все, что связано с работой мозга, стоит себе представить, напомнить, вспомнить, да, как сделать так, чтобы ваша работоспособность повысилась. И есть масса приемов, опять же, это и отдых перед тем, как начать работать, да, то есть вы, например, пришли с работы и работаете вечером на диссертации. Не надо сразу бросаться на эту работу. Сделайте паузу, покушайте, вернитесь с работы пешком, например, да, прогуляйтесь для того, чтобы был какой-то вот этот момент перехода с одного на другое. И прямо это мы пишем себе в ежедневник, да, мы прямо планируем вот этот отдых, прежде чем приступить к диссертационной работе. Если у вас, вам сложно, вы только начинаете работать над диссертацией, попробуйте придумать какой-то ритуал, скажем так, да, или какую-то практику, которая вам, которая вас расслабляет, которая вам позволит быстрее начать работу. Потому что, опять же, мы, может быть, запланировали час времени, а мы половину этого часа начинаем вот как бы, вот у нас как-то не идет, да, мы вот не можем войти в это состояние. Найдите то, что вам помогает. Может быть, вас отвлекает что-то на рабочем столе, уберите. Может быть, вам нужно поставить таймер. Есть прекрасный способ, есть, можно включать музыку, которая организует, да, то есть специальная музыка для работы. Можете посмотреть тоже этих роликов очень много. Вы ставите фоновую музыку, у вас уровень концентрации повышается. То есть мы все разные, нет каких-то индивидуальных рецептов, пробуйте, что вам помогает. Ну и, конечно, самый простой рецепт, если вы работаете вечером, обязательно работайте в освещенном пространстве, иначе у вас начнет вырабатываться мелатоним, вы захотите просто спать. А нам надо интеллектуальную работу осуществлять. Ну и, естественно, мы задумываемся о том, как сделать эту работу более эффективно, то есть как организовать эту работу более эффективно. Например, как проще подготовить статью? То есть в чем там, где там возможна оптимизация? Каким образом проще подготовить статью? Ну, во-первых, мы с вами можем использовать те материалы, которые у вас уже наработаны. Опять же, есть разные подходы. Научные руководители старой школы, скажем так, говорят о том, что вот вы напечатаете там 10 статей, например, потом из них вот так вот сделаете, у вас будет диссертация. Другие научные руководители или просто аспиранты, декторанты говорят, нет, я сначала напишу диссертацию, потом ее разрежу на кусочки, у меня будут публикации. Вот выберите для себя, что вам больше подходит не с точки зрения, что надо делать так или так, а что для вас проще. То есть вам проще, исходя из диссертации, формулировать потом через результаты ваши публикации или наоборот, пошагово, вот что-то немножко разобрался, опубликовал, разобрался, опубликовал. Опять же, если по тому, как проще готовить публикацию, можно использовать технические шаги, то есть особенно, когда у вас есть страх текста. Пожалуйста, начинаем сначала структуру вносим и потом начинаем как пазл работать внутри статьи. Не пишем, например, сведение. Если у вас есть страх введения, многим очень сложно написать введение, начинайте писать с центральной части. Начинайте, например, с результатов своего исследования, а потом обравляйте это теорией. То есть какие бы подходы вы не использовали, они могут быть разные. Главное, чтобы этот подход подходил вам. То есть нет ничего уникального, универсального, что вот только так и никак иначе. Опять же, как организуется ваше время? Если вы не успеваете, посмотрите честно в эту ситуацию. Вы не успеваете, потому что ваше время неорганизовано, или, может быть, у вас всё организовано до секунд, у вас нет никакого буферного времени, у вас много задач, которые наслаиваются друг на друга, и то время, которое, например, вы выделили на диссертацию, оно у вас физически не существует, потому что всё сдвинулось, вы дольше были в дороге, вы дольше решали какие-то рабочие вопросы, и вы это не предусмотрели. То есть вот здесь тоже посмотрите, может быть, не в вас дело, а дело в том, что расписание своё нужно составлять несколько иначе. Ну и, безусловно, по поводу результативности работы с текстом, и, например, с тем же отдыхом. То есть что является результатом? Насколько эффективно я это? Быстро я могу отдохнуть или нет? Всем рекомендую использовать, если у вас гибкий график, если у вас есть возможность днём отдохнуть, обязательно её используйте. Опять же, это касается работы мозга. Мозгу нужна перезагрузка. Если вы работаете из дома онлайн, например, или у вас там когда-то есть занятия, когда-то вы дома находитесь, днём спите, 15-20 минут, не нужно спать полтора-два часа, или сколько-то, 15-20 минут вы встанете, вы себя не узнаете. Прямо по будильнику. То есть организуем отдых для того, чтобы повысить результативность потом своей работы. Вы потом сядете за работу и сделаете гораздо это всё быстрее. Поэтому вот таких приёмов может быть очень много, абсолютно разных. Сегодня в течение часа я, конечно, не могу это всё осветить, но если, например, вы не знаете, что и как вам делать, и вот эти технологии, вот эти приёмы вы хотите посмотреть и по отношению к тексту, и по отношению к публикациям, и вообще разобраться с документами, и вообще полностью с этим путём, который вам предстоит пройти, то я вас, безусловно, приглашаю на свой курс. Курс у нас будет продолжаться месяц. Мы с вами будем работать в режиме две живые вот такие же встречи. То есть не в записи вебинара, а в живой вебинар в неделю. Я буду с вами на связи, у нас будет закрытая группа, и, соответственно, все-все-все вопросы, которые у вас будут возникать, мы с вами рассмотрим. Темы у нас очень широкие, охватывают они полностью ваш путь от А до Я, от начала вообще понимания, в каких условиях вы пишете диссертацию, от темы, что называется, и выбора специальности, до защиты, подготовки всех документов, подготовки к самой процедуре и так далее. Поэтому искренне рекомендую вам мой курс, и буду рада вас на нём встретить. Ну и, безусловно, какие здесь всё-таки приёмы мы можем использовать, прям вообще прикладные, которые, что называется, из серии «Бери и делай», на что мы можем с вами обратить внимание и прямо сегодня уже начать это использовать. Давайте посмотрим. Значит, во-первых, когда мы с вами начинаем любой процесс планирования, мы должны с вами ответить на вопрос «Где я?». То есть мы должны с вами осуществить некий мониторинг того, что вы уже сделали, и определить, что у вас есть на данный момент времени. Вот когда люди на курс приходят, первое, с чего мы начинаем, каждый заполняет анкету, для того, чтобы я понимала, какая собралась группа. У кого-то вообще нет публикации, кто-то, наоборот, уже чуть ли не завтра защищается, да, то есть чтобы вот это вот было у вас представление о себе точное. Причем здесь нужно прям списочек себе сделать. У меня столько-то публикаций, столько-то выступлений, столько-то того-того-того-того, да, прям по целям, по целям, по тем результатам, которые с вас будут требовать, мы с вами должны сделать вот этот список. Когда мы определили, что у меня уже сделано, тогда становится понятно, требования вот такие, у меня сделано вот столько, значит, мне осталось сделать вот столько. Все, вот теперь только мы готовы начать планировать наше время, организовывать весь этот процесс. Что здесь очень важно? Здесь очень важно, что вот те виды деятельности, которые мы с вами говорили, подготовка публикаций, выступления, работа с текстом, работа с литературой, отбор журналов и так далее, проведение исследований, безусловно, да, это все дела, и они очень рады, дела спиранские, да, они очень разные. Разные они как с точки зрения своего наполнения, что вы делаете и как вы делаете, но и они разные с точки зрения ваших субъективных ощущений. Что я здесь имею в виду под этим, что какую мысль я хочу вам сказать? Смотрите, вот есть дела так называемые длинные и короткие. Например, оформить табличку – это короткое дело. А, например, написать статью – это длинное дело. И если вы посмотрите по различным делам, которые мы делаем, вот есть очень длинные, есть покороче, есть совсем короткие. Опять же, например, написать статью, там, я не знаю, в журнал, который индексируется в международных базах – это длинное дело, а написать статью на конференцию, может быть, там вообще тезисы – это более короткое дело, хотя вроде бы это одно и то же. Мы пишем статью. Кроме того, эти дела по нашему ощущению, по нашему ощущению, могут восприниматься как большие и маленькие. И как это ощущение в себе понять, что это за маленькие? Я специально все закавычила, да, для того, чтобы было понятно, что это вот не какая-то научная классификация, ни в коем случае. Это то, как мы эти дела ощущаем. И вот какое-то маленькое дело, оно нас умиляет. А, табличку сделать – хорошо. А, там выступить, например, ну, без проблем. То есть у нас нет страха по поводу этих дел. Оно небольшое, оно нам понятно. Эти маленькие дела могут быть нам более понятны, чем большие. Мы, может быть, эти большие еще не проходили. Хотя у другого человека, например, тоже выступление на конференции может быть большим, длинным и страшным делом, потому что он это никогда не делал. И оно его пугает, оно его напрягает, он не знает, как к нему подойти. Поэтому вот для вас, для того, чтобы вы организовывали свой процесс работы на диссертации более осознанно, замечайте, какие для вас дела короткие и легкие, а какие для вас дела длинные и трудные. Что здесь нам, какие сигналы нам об этом скажут. Короткое, легкое дело можно начать без плана. Вот я всегда говорю, имейте с собой что-то для того, чтобы вы могли работать. Вот я когда писала диссертацию докторскую, у меня ребенок занимался в секции, я его увозила в секцию, у меня с собой была какая-нибудь распечатанная статья. Все, прочитать статью можно без всякого плана. Есть пять минут, начинаешь читать. Нет, значит, не начинаешь. Легко остановиться. Вот все, ты прочитал одну страницу, себе заметку сделал, что я здесь остановился, поехал дальше. Доехал, у тебя следующая пауза, опять можешь прочитать. Или там лекцию вы провели, у вас окно. Пожалуйста, вы его даже в ежедневник не занесли, это дело, но оно тоже вас продвигает. И вот это вот продвижение, вы как будто между дел его сделали. Вот это короткие и легкие дела. И эти короткие и легкие дела, они незаметны, но они очень продуктивны. Что такое длинное и трудное дело? Это дело, на которое нужно настроиться. Это дело, которое просто так в пробке не сделаешь. Это дело, которое чаще всего вызывает страх, потому что оно большое, оно давит, оно пугающее, либо вы опыта в этом не имеете. Что здесь делать? Во-первых, делим его на более понятные шаги. Во-вторых, вот это дело точно нужно планировать, потому что к нему еще и настроиться можно, насколько не получится. И вот чем эти дела, они, ну как бы, не очень нравятся еще. Потому что раз оно длинное, оно не сразу дает результат. И такое ощущение, что ты делаешь, 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 делаешь. А где результат-то? И вот этого ощущения, какой-то конечности этого дела не наступает быстро, и мотивация начинает снижаться. Поэтому, чтобы этого не случилось, надо разделить на мелкие, и что называется, праздновать победы по мелким делам, и тем самым у вас будет реализовываться вот это длинное дело. Особенно, если вы только начинаете свой курс. Я не могу вам дать список, какие дела легкие, какие дела длинные и так далее. Я вам предлагаю такую практику дома сделать. Вот сейчас мы закончим вебинар, пока, что называется, на скорую память, да, чтобы вы об этом не забыли. И помним о том, что если мы, что нам понравилось или то, что нас зацепило, не реализовали в ближайшее время, значит, мы это не реализуем уже в жизни. Поэтому не упускаем это время. Сейчас закончится вебинар. Возьмите себе листочек, разделите на две части и сделайте такую табличку. Что для меня сейчас внутри своей диссертации короткие и легкие дела? И имейте в виду, что их надо делать просто параллельно со всем, может даже без всяких планов. Просто погрузите это себе в память, что они у вас есть такие дела. Это палочки-выручалочки. И второе, какие для меня дела сейчас являются трудными и длинными. Обращаю ваше внимание, что это не навсегда. Через какой-то промежуток времени то, что вам казалось трудным, станет для вас легким. То, что казалось длинным, станет для вас быстрым. Поэтому это вот сейчас такая рефлексия для того, чтобы вы уже сегодня могли организовывать свое расписание, свой режим работы с диссертацией более осознанно. Ну и, безусловно, очень важный момент, который упускаем мы из вида, это знать, сколько времени вы на что-то тратите. Когда ко мне приходит человек на консультацию, ну, неважно по какому вопросу, я все время спрашиваю, сколько времени вы делаете, сколько времени вам нужно вот на такую-то работу. Человек говорит, я не знаю. Вот важно, чтобы вы знали, как это сделать. В этом смысле я обещала, что не буду вас сегодня погружать сильно в тайм-менеджмент и вот как бы несвойственные для нашей тематики, может быть, инструменты. Поэтому я вам рекомендую посмотреть вебинар, который проводила Татьяна Телегина. Этот вебинар есть тоже на канале Директ Академии. Время, как оно есть, тайм-менеджмент, где взять время, когда его нет. И там есть правило, как провести хронометраж. Я вам не предлагаю определять посекундно, поминутно. То есть вот всю технологию брать не нужно. Важно что понять? Важно понять, сколько чего вы делаете в единицу времени. И когда вы вот этот мониторинг затрат времени проведете, вот после этого вы можете себе задать вопрос. Могу ли я, например, делать это быстрее? И тут тоже нет правильного или неправильного ответа. Учимся себя принимать такими, какие мы есть сейчас, в данный момент. Мы, может быть, когда-то станем быстрее, но не сейчас. Что это означает? Есть люди, которые про себя говорят, я работаю очень медленно. Примите в себе это, но это ваша природа. Значит, вы сами себе можете сказать, скорее всего, я быстрее сделать это не смогу. Тогда, может быть, вы можете это делать эффективней, тогда вам, может быть, надо поискать какие-то приемы, как это делать более просто, или, может быть, с использованием чего-то других методов, например. И тогда вы будете делать в своем темпе, но используя другой инструментарий. Если же вы считаете, да, я шустрая, я быстрая, замечательная, ну так тогда, значит, может быть, время, да, вот эта скорость, это ваша фишка, ну и используйте ее. То есть, опять же, я к тому, я вообще, как бы, моя миссия в том, чтобы вам донести информацию о том, что диссертация – это часть нашей жизни, ее надо писать с удовольствием. И надо, не ломая себя, встроить этот процесс в свою жизнь, только тогда он будет приносить вам удовольствие. И поэтому, да, то, потому что мы живем с вами все время в какой-то среде, где нам говорят «надо лучше», «надо больше», «ты нехороший», «ты недостаточный еще для этого» и так далее. Все достаточно, всего достаточно у нас, мы это все можем с вами сделать. И вот здесь вот этот вопрос очень в этом смысле помогающий. Как оптимизировать правильно ваше... Опять, если мы говорим, что я, например, достаточно медленный по своей природе, «но я все-таки хочу оптимизировать что-то». Хорошо, мы оптимизируем с конца, то есть мы оптимизируем с того, что нам надо и когда нам нужно это получить. Потом мы смотрим на процессы, которые нас к этому ведут, что мне нужно делать. И только после этого мы отвечаем на вопрос «как я это буду делать?» Ни наоборот, иначе ничего не получится, потому что мы не будем знать, когда, куда мы движемся. Ну и безусловно, если мы про эту оптимизацию чуть подробнее поговорим, давайте несколько инструментов посмотрим. Первое – это определить приоритетность дел. Что это значит? Это прям взять листочек и написать, что вы будете делать, например, в течение вот этого месяца. Вообще неплохо бы представить весь свой путь, как вы будете его проходить целиком. И потом уже, что называется, вот эту декомпозицию сделать. Но даже если у вас пока нет понимания такой, нет готовности, не страшно, сделайте себе хотя бы на месяц, что вы делаете на этой неделе, на следующей, на другой неделе. Учитывайте важность и сроки, вот то, о чем я говорила. Если есть какой-то жесткий срок, значит мы его, безусловно, учитываем. Если есть зависимость от других людей, что это значит? Мне нужно не просто публикацию написать, мне нужно ее показать научному руководителю, чтобы он проверил, и я успела сдать по сроку. А ваш научный руководитель, например, человек с жесточайшим графиком работы, и он не может сходу проверить вашу работу. Вы это должны в свой план заложить. Что человек у меня проверяет обычно, например, 5 дней. Значит, вам нужно сдать ему за 5 дней до того, как. И тогда у вас вот эти вот работы выстраиваются в определенной последовательности с учетом приоритетов, которые вы определили. Уже на первом вот этом оптимизационном шаге сказали, да, сроки. Сроки. Сроки важны, дедлайны важны. И тогда, чтобы пощекотать себе нервы, да, чтобы вот как-то все-таки следовать своим планам, хорошо озвучить их, да, сказать, я планирую вот то-то. И у вас уже будет какая-то такая ответственность перед тем, что вы пообещали себе, ну, если вы с собой честны, то можно себе пообещать, можно научному руководителю, можно каким-то коллегам, в общем, людям, которые для вас ценны мнения, которых вы дорожите, да, то есть вот каким-то таким людям, не просто на улице это сказать. Ну и, конечно, вот гибкое планирование – это очень важно. Гибкое планирование у вас должны быть в обязательном порядке паузы, заложенные в расписание, иначе вы никакие временные рамки выдерживать не будете. То есть если у вас там, я не знаю, вы планируете 10 часов, значит, у вас не все 10 часов поминутно должны быть расписаны. Понятно, есть какие-то внезапные дела, есть время на перемещение и так далее. Следующее. Когда, опять же, вот в тайм-менеджменте есть такое понятие, да, когда большие дела называются слонами, когда вас какое-то дело напрягает, пугает, оно для вас большое, обязательно проводим декомпозицию. Какая бы цель у вас ни была, мне нужно первый раз в жизни написать публикацию. Срок сдачи публикации такой-то. Научному руководителю я, значит, должна сдать, например, за неделю. Я думаю, что я ее буду писать. Я ни разу не писала, я понятия не имею, например, сколько я ее буду писать. Я предполагаю. Я, например, спросила у коллег, обычно это столько-то. Человек говорит, например, две недели или месяц, я не знаю, сколько, кто каждый, у каждого есть в этом смысле некая уникальность, да, сколько вы будете писать. Поэтому первый раз запланируйте побольше, например. Потому что это не просто текст, это литература. Мне сначала литературу, надо найти, потом ее прочитать, потом ее обработать, соединиться с своим исследованием и только тогда писать текст статьи. И вот это вот, вот у вас шаги, вот у вас поиск литературы, это один шаг, там, работа с этой литературой, это другой шаг, и вот они уже не такие страшные. Еще одна, один прием оптимизации процессов, это попытка не ждать вдохновения. Очень часто слышу такое, что нет, вот сейчас осень наступила, все такое хмурое, дождики пошли, и самое то, под одеялом лежать и ничего не делать, да. Если мы будем ждать, я не знаю, а что вдохновляет, зима, лето, весна, то есть если мы будем ждать вот этого вдохновения, мы можем вообще писать годами, да, кто-то пишет 10 лет и больше. Поэтому что делать вдохновением, если его нет? Старайтесь создать настрой самостоятельно. Опять же, что вам помогает? Кому-то помогает пообщаться с детьми и внуками, кому-то там побыть на природе, кому-то сделать какую-то паузу, кому-то, я не знаю, заняться своим хобби, а после хобби приходите заниматься диссертацией. Вот придумайте какой-то якорь, какой-то процесс, который создаст вам этот настрой, и вот то самое вдохновение вы сами себе, внутри себя создадите. Ну и, конечно, опять же, если мы вернемся к тайм-менеджменту, да, вспоминаем про лягушек, это ненавистные дела, это те дела, которые придется делать, хотя не больно-то хочется. Попробуйте, может быть, у вас сработает предложение, которое многие авторы делают, которые вот этот прием предлагают, относительно того, что нужно начинать с таких дел. Вот, честно говоря, со мной, например, это не проходит штука. Я не хочу начинать с лягушек. Вот, поэтому вы узнаете себя, а может быть, вам, наоборот, в начале дня отмучиться уже, да, через силу себя где-то немножечко заставить, а потом что-то такое вдохновляющее сделать. То есть у вас тогда будет как бы награда за это. А кому-то, наоборот, вот как мне, мне надо сначала какое-то вдохновение, настро, еще что-то, а потом, пожалуйста, подавайте мне лягушку. Узнайте, как у вас, это важно. Что еще значимо? Безусловно, в оптимизации процесса мы с вами должны учитывать свои какие-то особенности. Я все опять про то же самое, что у каждого из нас будет абсолютно разный путь. Свои приемы, которые будут работать, и для другого они вообще негодны. Почему? Потому что, например, вам кто-то скажет, «Ну так ты вставай в 6 утра, ты вот не в 10 вечера работай, а ты лучше встань в 6 утра и часик в 6 утра поработай». Вот если вы способны в 6 утра поработать, да, прекрасный совет, замечательно, встаньте, постарайтесь вставать раньше, делайте. Но если вы не можете ни в работоспособном состоянии в это время, даже если вы встанете, толку не будет. То же самое про восприятие длинных коротких дел. Я вам, например, начну говорить, а вот вы делайте вот это, вот сначала сделайте вот это, а потом вот это, да, и приводить примеры того, как делаю я, какие дела, исходя из того, какие для меня длинные и короткие, а для вас они, может быть, совершенно другие, и вас пугает совершенно другое, а вам легко сделать то, что мне, например, сложно. Поэтому здесь вот узнаем себя и в организации нашего времени и процесса обязательно это учить. Ну и, конечно, если вы знаете, если вы любите тайм-менеджмент, если вам нравятся его приемы и техники, без проблем используйте традиционные помидорки, которые можно внутри своего рабочего дня использовать, чередовать отдых и работу, или любые другие приемы, которые вам позволят, ну, как-то вот организовать свое именно время, не работу, не то, что вы делаете, а то, во сколько вы это делаете. Ну и, безусловно, если вы находитесь в ситуации, катастрофически не хватает времени. Вообще, я бы рада выделить, но у меня совершенно нет возможности. Посмотрите еще на возможность того, что какие-то дела вы можете делегировать. Это, наверное, странно звучит, когда мы рассуждаем о подготовке диссертации, как, это же моя работа, я ее пишу. Я не говорю, что нужно делегировать ее написание, ни в коем случае писать ее будете вы сами. Я говорю о том, что у нас есть масса технических дел, которые можно делегировать. Например, подбор литературы. Вы работаете, допустим, в научной или образовательной какой-то организации, уточните, наверняка в библиотеках крупных вузов и научных организаций есть услуга. Подбор литературы. Может быть, это сделают за вас, но имейте в виду, что в некоторых библиотеках это есть, но это тоже требует времени. То есть это не из серии, что вы сегодня пришли, вам завтра подобрали литературу. Буквально разговор, ну, наверное, двухдневной давности с моей аспиранткой, которая будет тоже искать литературу, обратилась в публичную библиотеку. Вот этот процесс будет происходить два с половиной месяца. То есть, безусловно, вы в это время-то тоже что-то делаете, но вы уже частично это делегировали. Причем литература уже есть, ее много там достаточно обрабатывается и так далее, но вот есть желание, да, посмотреть, какую литературу еще найдут профессионалы. Пожалуйста, можете это воспользоваться. Может быть, вы оформление делегируете и так далее. Вообще оптимизация процесса – это учет всего. Это когда вы все объединяете, вы знаете свою цель, то есть зачем вы это делаете, вы поддерживаете вот это состояние самомотивации, готовности к работе, да, вы ответили себе на вопросы, как мне эту работу делать постоянно, вот эту научную деятельность вести, откуда я черпаю силы. Ну и, конечно, вы планируете все-таки, несмотря на то, что мы говорим, что у нас есть дела, которые можно делать без планов, но все-таки основная, основная часть дел должна быть запланирована. Ну и, естественно, когда мы с вами работаем, когда мы занимаемся наукой, это работа, которая связана с концентрацией, внимание, с включенностью, поэтому устраняйте все хронофаги, неважно, убирайте, закрывайте и так далее, и тому подобное. И традиционно мы под хронофагами понимаем что? Мы понимаем обычные хронофаги, соцсети, телефон, дети бегающие и так далее. На самом деле есть еще научные хронофаги, это та научная деятельность, которую мы делаем. Например, поиск бесконечный поиск литературы. Например, бесконечная подготовка публикации. У вас уже 25 публикаций, вы пишете кандидатскую диссертацию, но к тексту вы не прикасаетесь. У вас по диссертации не написано ни единой страницы. И как из этого, из 20 штук публикаций вообще распределяются они, какое они отношение имеют к структуре вашей работы, вы понятия не имеете. Вот если у вас такое есть, задавайте себе вопрос, не убегаю ли я от исследования или текста, не использую ли я вот это вот ощущение собственной загруженности научной для того, чтобы оправдать то, что я боюсь этого текста, я к нему не приступаю, мне пока еще, может быть, там страшно. И, возможно, вам нужно уже от этих поисков, от этих литературы, от этих публикаций отказываться, хватит уже, да, для того, чтобы переключиться на главное. Ну и, конечно, если вы совсем новичок, пару советов и заключений, да, если вам вообще сложно начать, вы открываете лист, неважно, это диссертация или публикация, и вот этот курсор, который вот так вот делает, там по листу мигает, да, он вас сразу же напрягает. Начинайте с простого, начинайте, умейте читать литературу, начинайте читать литературу и какие-то цитаты, результат. То есть страница была пустая, она стала заполненная. Все, я уже вижу, у меня только что не было ничего на этой странице, вот у меня какой-то планчик начинает образовываться. Здорово, здорово. Поэтому это просто и это успех. Успех, это мотивация, вам будет легче потом продвигаться дальше. Ну, безусловно, если вам что-то непонятно, если вам что-то кажется сложным, консультируйтесь. Научный руководитель, это не случайный человек рядом с вами. Находите возможность с ним пообщаться, договаривайте о встречах. Если он занят, договаривайтесь онлайн, даже если вы живете в одном городе. Простите, чтобы вам уделили внимание. Задавайте конкретные вопросы, приносите конкретные результаты, которые хотите обсудить. И тогда этот процесс у вас, безусловно, будет более и организован, потому что вы будете понимать, в правильном ли направлении вы движетесь. И, безусловно, делаете ли вы то или вообще не то. И, конечно, я здесь не только имею в виду научного руководителя. Предположим, если вам нужно освоить какой-то новый навык, вы пошли куда-то обучаться на какие-то курсы, вы там тоже можете задавать вопросы. То есть мы не просто обучаемся, мы включаемся полностью для того, чтобы этот процесс был более эффективным. Ну и, конечно, окружите себя теми, кто делает то же самое дело, кто на одной волне с вами, кто вот это окружение поддерживающее, не конкурентное, не которое сомневающееся. Это может быть ваша группа аспирантская. Я сейчас говорю именно о тех, кто начинает только свой путь. Может быть, это в вашем окружении есть люди, которые... Они вообще никакого отношения к науке не имеют, но они вот как бы за вас. Старайтесь с ними обсуждать вообще. Я вот написала вот то, делиться с ними успехами для того, чтобы они вас еще больше поддерживали, говорили, молодец, смотри, какой ты умничка, у тебя все получается, все хорошо. То есть вот это очень важно. Но если у вас рядом нет такого окружения, приходите на наши встречи, ведь этот вебинар не что иное, как то самое окружение, которое поддерживает, которое рассказывает вам о том, что вам на этом пути облегчить, как его пройти с большим удовольствием и сделать эффективнее. Поэтому я с удовольствием вас приглашаю на наши вебинары. Следующий наш вебинар состоится 2 ноября. Тема тоже будет очень и очень полезная. Мы будем говорить о тех ошибках при подготовке диссертации, которые есть, и искать способы их преодоления для того, чтобы работы были качественные, потому что сейчас просто диссертацию защитить, мне кажется, невозможно. Работа должна быть интересной, актуальной, обязательно обладающей научной новизной. И поэтому, чтобы эту работу выстроить качественно, поговорим об этом. Ну и, конечно, если вам хочется разобраться с этим процессом подробнее, детально, приходите на курс. Буду рада вот так же с вами общаться, помогать и поддерживать, и быть тем членом поддерживающего окружения, которое будет рядом с вами. Друзья, если у вас есть вопросы, задайте их, пожалуйста. Вижу ваши благодарности. Мне тоже очень приятно быть рядом, делиться с вами, потому что мне хочется, чтобы у вас все получилось, чтобы результат был яркий, чтобы все удалось, и это было все-таки более такой путь, более приятный путь, потому что не всегда он складывается сразу же. Как часто проводится именно курс? Курс проходит два раза в году, то есть он проходит осенью и весной, поэтому, пожалуйста, смотрите, когда вам удобнее. Опять же, да, запланируйте это мероприятие, если оно для вас актуально. А на самом деле, конечно, возможности надо брать сразу, встречаться и делать, потому что у нас есть примеры участников, которые за время курса написали под 100 страниц, просто делая то, что мы обсуждали. Ну, безусловно, человек был погружен в тему не с нуля, но результаты есть просто прекрасные. Поэтому, ну что, друзья, я благодарю вас за то, что вы провели это время со мной, что вы приходите на наши встречи, мне очень приятно наше общение. Надеюсь, это взаимно. Всего доброго, прекрасного дня. Увидимся. Продолжение следует...